Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у меня не совсем обычное вступление. Меня пригласили посмотреть на один город, примерно 300 километров от Москвы. Сказали, приезжай, посмотришь, нужно заснять, показать. Так что сегодня вот загрузил машину, семья тоже тут, и мы едем смотреть на город, посмотрим, увидим, заснимем. Я вам все покажу, там еще будет интересное интервью, так что ладно. И мы вот доехали до города или поселка Доброград. Очень красиво пока вот на первый взгляд, очень все красиво, интересно сделано, прям впечатляет. Да и вроде бы гостей тоже много, мы будем жить в корпусе Гранд. В принципе, газон тоже, все очень аккуратно, интересно сделано. Сейчас будет заселение, и потом у нас будет экскурсия двухчасовая по всему городу. Сначала прогуляемся, а потом на следующий день, рано-рано утром, я буду как раз все снимать, чтобы всем вам показать, что я увидел своими глазами через камеру. И, конечно же, сказать, что я думаю про этот новый поселок или новый город в нашей прекрасной стране по имени Доброград. Вот такой номер Делюкс. Кстати, очень даже неплохо. Нам пока... пока нравится. Очень-очень все чистенько, аккуратно. Две постели. Балкончики. Шкаф, причем не маленький, с зеркалом. Все то, что нужно женщинам. Кстати, очень важный момент, по крайней мере для меня в отеле, это когда есть утюг и гладильная доска. Ну, когда не надо, например, в 7 или 8 утра, если вы там в командировке, идти вниз, спросить. Люди потом идут искать, потом найти не могут, приносят какой-то непонятный утюг. А так тут все уже есть, чтобы можно было сразу выглядеть прилично. Ну что, тоже неплохо. Красиво, цивильно. Вот такое есть интересное развлечение, прямо перед постелью. Очки VR. Только что жена моя заметила. Так, а теперь терраса. А теперь терраса. Столик, стул, даже два. Вот он, пожалуйста. И там еще вторая терраса. Вот что называется делюкс. С таким, кстати, прекрасным видом. Вон там есть баскетбольная площадка, футбол с этими маленькими воротами. Я, если честно, дамы и господа, вот эти маленькие я терпеть не могу. Потому что на них обязательно что-то сломаешь. Пальцы, ноги. Я просто на воротах играю. Мне нравятся либо настоящие, либо средние. На них можно попрыгать и интересно поиграть. А вот эти мелкие, не, они очень травмоопасные для вратарей. Я так, по крайней мере, считаю. Потому что все подбегают и прямо сблизи начинают по вам бить. А это очень больно. И есть довольно-таки важные части тела, мужского тела, которые постоянно, постоянно нужно как-то защищать от таких очень мощных и неприятных ударов. Так что вот такие маленькие ворота мне не нравятся. Интересный аспект тут в отеле Доброграда. А мы уже, в принципе, все привыкли к таким прямоугольным бумажкам с крючком, где написано на одной стороне «Не беспокойте меня», на другой стороне «Пожалуйста, уберитесь у меня». Вот. А тут это все сделано вот так, в электронном формате. То есть нажимаешь на эту кнопочку, и тогда человек приходит, ну или знает, что у вас нужно убраться, поменять там полотенце и так далее. Либо нажимаете, чтобы вас не беспокоили. Я все время нажимаю на «Не беспокойте меня». И как раз, когда вы на эту кнопочку нажимаете, то тут, пожалуйста, вот загорается. Доброе утро из Доброграда. Сегодня второй день съемок. Я пошел, позавтракал. Кстати, завтрак у них неплохой. Все очень чистенько, вкусно, приятно, отлично. Иишенка есть. Может быть, кто-то поймет, о чем я говорю. Божественная иишенка. Нет, правда, есть. Все вкусно, все отлично, хорошо, замечательно. А в номере было слегка прохладно. Мы вроде бы температуру отрегулировали, но, может быть, не совсем поняли, как правильно это работает. А так вообще хорошо, вкусно, приятно. Сейчас вот пойдем еще снимать Доброград и узнавать некоторые интересные факты про этот город. В Доброграде есть следующие спортивные развлечения. Баскетбол, волейбол, футбол, wakeboard, игра в городки, скейт-парк и роллер-дром. Спортивная площадка или по-современному workout-зона. Мини-гольф. Пункт проката самокатов, велосипедов и вот таких детских автомобилей. Велотрасса протяженностью в 25 километров. А зимой это превращается в лыжную трассу. Пинг-понг, бадминтон. Теннис. Я тихо скажу, тут играют. Теннис. Мини-футбол, волейбол и баскетбол. Естественно, тут удобно играть зимой, когда на улице холодно. Всесезонный тренировочный центр и симулятор для игры в гольф. Веревочный парк Белка-Летяга. Вот там дальше, видите вы или нет, но как раз эта часть экстремальной трассы выглядит очень-очень интересно. Мне вот как раз такое тоже нравится. Я один раз в своей жизни по такой экстремальной трассе ходил, бегал, переправлялся. Короче, обратная дорога есть, но только по канату. И если человек испугался по какой-то причине, он может переправиться через речку, ручеек, речку, короче, может переправиться вот по такому мостику. Но говорят, что мало кто это делает, потому что, ну, все заканчивают успешно. Наверное, не знаю. Я бы, наверное, точно успешно закончил. Мне такие вещи нравятся. А если вам реально делать нечего, вы можете с утками поболтать. Сейчас я вам покажу, насколько близко они подходят. Вот, пожалуйста. Тяп за палец. Вот точно укусит. Потому что у меня хлебушка нет, они подумают хлебушек. Жалко надо было взять. Вот, видишь, смотрит. Вот смотрит она. Тяпнет, не тяпнет, не тяпнет, не знаю. Я экспериментировать не буду. Давай, давай, вот ты. Вот иди сюда. Не умей я с утками разговаривать. Ладно, на, держи. Маша, Маша. Маша, Маша. И медведь. Маша, Маша, Маша. Они тут все, Маша? Мне только что сказали, что... А, правда, вот ко мне прилетели. Мы тут, мы стоим в таком прекрасном месте. Сейчас я покажу. Тут как раз и рассвет можно встречать. Он вот оттуда. Короче, мы тут разговариваем, обсуждаем, как мы будем выкладывать ролик и так далее. И вот наши Маши приплыли, прилетели и потом приплыли. Думают, что у меня еще хлебушек есть. У меня хлебушка больше нет. Маша, извините. Мы должны вас покидать и идти уже снимать тропинку. Кстати, насчет тропинки. Сейчас я вам покажу. Мы вчера тут погуляли. Интересный факт. Я думаю, это многим будет важно. Потому что, во-первых, в городе много собачников. Я, как собачник, люблю других собачников. Потому что мы люди хорошие, приятные, добрые. Обычно. Про всех не могу сказать. Ну, короче, тут можно, естественно, гулять с собаками. И я конкретно спросил у них, есть ли они обрабатывают территорию против клещей. Они сказали, да, это очень важно. Потому что мы понимаем, что клещи могут нести разную заразу. И мы не хотим, чтобы наш питомец заболел. И тем более не хотим, чтобы мы заболели. Это очень важный момент. Город просто... Вот мы вчера гуляли. Интересный город для собачников. Есть парочку причин. И вот есть тропинки. Можно гулять со своими мыслями. Или без своих мыслей. Просто гулять, дышать прекрасным воздухом. Искать грибы. Там, кстати, табличка есть, которая показывает, какие грибы растут. И было бы хорошо, если была табличка, какие грибы нельзя трогать ни в коем случае. Это тоже полезно. И какие ягоды нельзя трогать ни в коем случае. Ладно, пошли дальше. А тут вот есть такой мостик небольшой, такая платформа. С нее можно порыбачить. Вот просыпаетесь вы утром, идете, и для вас уже такая платформа есть. Можете попробовать поймать рыбку. Это сцена на воде. Единственная выездная площадка Большого театра. Тут купаться нельзя. А вот тут купаться можно. Помимо того, что вы можете тут искупаться на пляже. Это, кстати, очень, правда, интересный такой аспект. Вот вы идете через такой туннель, идете прямо под вот этой территорией, под водой. Выходите, и у вас такой собственный остров, грубо говоря. Вот. Вы можете тут покупаться. Кроме этого, это самый большой в России и один из самых больших в Европе уэйкпарков, где вы можете как раз заниматься вейкбордингом. Как вы видите, по всему периметру есть вот такие определенные объекты. Не знаю, как их сказать по-русскому. Но ничего. Дамы и господа, вы все равно понимаете, где я учился, где я жил. Так что, я думаю, вы меня простите. Но они, короче, по всему периметру, и вейкбордисты могут на них запрыгивать, по ним кататься, делать разные там определенные трюки, хвастаться перед зрителями, что они так умеют красиво кататься. В принципе, даже очень интересно. Если честно, я бы сам попробовал. Но, дамы и господа, как вы видите, я как бы не совсем правильно одет для вейкборда. Хотя вот мне как раз сказали, что, в принципе, если я сильно захочу, я могу взять специальный костюм в аренду и покататься. На территории Доброграда три ресторана. Два из них в отелях и один по имени Доброград, в котором мы сейчас находимся, он стоит отдельно. Тут нереально вкусно. Мне очень сильно понравились как раз хачапури по-аджарски. Но, к сожалению, мы не успели сегодня. И буквально вот пять минут до того, как мы сели и заказали хачапури, кто-то заказал последнюю. Так что не получится сегодня, сегодня вечером поесть хачапури. Но мы заказали много чего другого. И пиццу, и салат, и суп, и так далее. Тут, правда, нереально вкусно. Так что приезжайте, попробуйте. Я уверен, что вам понравится. Нужно поговорить про интересный и довольно-таки важный аспект Доброграда. Это архитектура. Вы видите, тут есть определенный архитектурный код. Цветовая гамма – природа. Заборы должны быть не выше метр десять. И должны быть такие полупрозрачные. Тут одна интересная фишка насчет как раз домов своей мечты. Вы можете строить какой угодно. Какой дом вы хотите. В стиле европейского дома, американского дома, русского дома. И из-за этого очень-очень классно и прикольно выглядят как раз частные дома. Потому что вы гуляете по улице, и каждый дом, он отличается от… Первый отличается от второго. Второго от третьего отличается. Третий от четвертого. Но это шикарно, это интересно, это прекрасно. И было бы, конечно, прикольно и хорошо, если бы все города во всем мире именно строились вот по такому коду. То есть можете строить, какой хотите. Главное, чтобы цветовая гамма совпадала. Вот тут как раз вот можно реализовать дом своей мечты и построить дом вот какой угодно, какой вы хотите. Я считаю, что это прикольно, я считаю, что это правильно. Помимо таунхауса в Доброграде есть многоквартирные дома, где сквозные подъезды, колясочные. Вы можете своим питомцам лапки помыть. И довольно-таки безопасные внутренние дворики, где ваши дети спокойно могут бегать и играть, пока вы там, скажем, сидите и работаете на удаленке. Заходишь к себе домой, хоп, если у вас есть, конечно, собачка, помыл, ну или кошка, некоторые кошек тоже выгуливают, но бывает такое. Заходишь, короче, вот моешь, пожалуйста, лапки собачки и потом идешь уже с чистыми лапками к себе в квартиру. Я вот первый раз такое вижу, если честно, но сделано прикольно, кстати, очень даже правильно, умно. Класс, ребята молодцы. Во время съемок бывают разные вещи происходят. То машина проедет, то кто-то еще будет шуметь, а тут вот, пожалуйста, песик подошел, понюхал, глизнул, понял, что я не враг. Присел, а теперь уходить не хочет. Теперь нам нужно уйти, потому что ему тут слишком хорошо. Его почесали, его погладили. Да, песик? С медициной в Доброграде, в принципе, все нормально. Вот за моей спиной кабинет врача общей практики. И это, в принципе, первый пункт, куда вы идете, если у вас что-то случилось. Тут вы можете сдать анализы и можете сделать укол. Потом скоро откроется клиника в Доброграде. И 15 минут от города есть один из самых лучших медицинских центров России. А сейчас нас встретит гендиректор Александр Лисин первого клинического медицинского центра. У нас частный медицинский центр полного цикла. То есть мы имеем большой стационар на 100 коек. Прочнее, наверное, рассказать, чем мы не занимаемся. Мы не занимаемся только нейрохирургией головного мозга и акушерством, то есть родоспоможением. Огромная поликлиника в самом центре на 56 врачебных специальностей. То есть есть все узкие специалисты, педиатрия. Соответственно, все тяжелая аппаратная диагностика, начиная от ультразвуковой и заканчивая КТ, МРТ. Поэтому мы можем называть себя госпиталем полного цикла. Естественно, что мы являемся провайдерами медицины для Доброграда. Что это подразумевает? То есть мы имеем уже как обособленное подразделение офис врача общей практики в Доброграде, куда могут обратиться жители со своими проблемами. И, соответственно, при 90% этих проблем решается на уровне кабинета, потому что там есть и процедурный кабинет, возможность выполнить как аппаратную диагностику, такую как ЭКГ условно, и взять весь перечень лабораторных исследований и анализов. Ну и, соответственно, при необходимости врач уже маршрутизирует пациента сюда к нам, в основной госпиталь, где мы окажем помощь. Естественно, у нас есть своя стоматология полного цикла, где мы можем провести любой вид стоматологического мешательства, в том числе под любыми видами анестезии, в том числе эндотархиальный наркоз. Ну и, соответственно, мы говорим о центре с высоким уровнем компетенции врачей, которых мы релацировали со всей страны на самом-то деле. И, соответственно, второй уровень помощи, который планируется оказать в Доброграде после врача общей практики, это открытие поликлиники на базе нашего торгового центра, где будут уже представлены узкие специалисты, наиболее востребованные такие, как хирург, акушер-гинеколог, ну точнее гинеколог, врачи узких терапевтических специальностей, это эндокринологи, неврологи и так далее. Поэтому, и, соответственно, будем расширять педиатрическую помощь там, в Доброграде, потому что для многих семей это очень сильно востребовано. В городе следят за безопасностью. Во-первых, территория огороженная и КПП на въезде. Во-вторых, в городе биометрическая система распознавания лиц. И вот как она работает. Пожалуйста, проходите. При въезде в город стоят шлагбаумы системы распознавания номеров жителей. И есть своя служба безопасности, которая патрулирует улицы каждый час. На территории Доброграда есть парк-отель. У него три корпуса. Первый корпус это лейк. Лейк там спа. И круглогодичный подогреваемый бассейн. А тут вот мы стоим в третьем корпусе. Это вилледж. Тут как раз вы можете арендовать маленькие такие домики, приехать с вашими там собачками, кошками. И отдыхать где-то у мангала, жарить там шашлычки. А мы остановились во втором корпусе. Это корпус Гранд. Там мы как раз проживаем. Если у кого-то из вас были вопросы насчет, а где же жители Доброграда будут шопиться, покупать вещи, вот, пожалуйста, скоро этой осенью откроется как раз торговый центр в Доброграде. И вот, как вы видите, уже есть вывески. Оскона, первый медицинский центр, аптека, Яндекс.Маркет, Озон, Уайлдберрис. Тут будет клиника, тут будет ко-воркинг и тут будет супермаркет свежих продуктов. Вы знаете, для меня, потому что я отец, очень важно, чтобы мой ребенок где-то учился, чтобы у моего ребенка было хорошее будущее. И я понимаю, что у людей, которые переезжают к нам из разных стран Европы и Северной Америки, например, то для них это тоже очень важный аспект. И как раз на территории Доброграда есть образовательный комплекс по имени Мир. Вот он позади меня. Школа и детский садик. Школа это с 1 по 11 класс. В детском садике с 3 до 7 лет. Вот, от 3 до 7 лет. В детском садике примерно 100 мест, а в школе 275. Во-первых, важный аспект это частный комплекс. Во-вторых, если у кого-то, может быть, возникнут такие вопросы, как переходят дети из детского садика в школу. Он бесшовно переходит, без всяких проблем. В школе дети учатся до 6. И тут есть все кружки, которые, в принципе, вам нужны. То есть тут есть и балеты, и рисование, и языки. Полностью подготавливают вашего ребенка для прекрасного будущего. Есть ли на территории Доброграда государственная школа? Есть. Она вот достроена уже и в сентябре, то есть в этом году, в 2024 году, в сентябре, эта школа уже ждет первых учеников. А в следующем году будет достроен детский садик. Так что вот, пожалуйста, школа на 875 мест. Это не секрет, что переехать в Россию довольно-таки сложно. Есть ряд проблем, которые нужно решить. Это экономические проблемы, проблемы с адаптацией, перевозка, например, ваших личных вещей, с документами. И как раз если вы собираетесь переехать в Доброград, то сотрудники Доброграда как раз могут вам помочь. И с документами, и перевести деньги, и перевести имущество. И, конечно же, с адаптацией, чтобы вы привыкли жить не только в Доброграде, но и в России. И плюс к этому они еще помогут вам с образованием и с трудоустройством. Так что, опять, если вы хотите переехать, если у вас есть такой интерес, вам точно тут понравится, вам помогут. Если что, ссылочка будет в описании. Там вы можете зайти по ссылке и посмотреть, с кем можно поговорить, с кем нужно поговорить, и как вам могут помочь. Алла Станиславовна. Просто человек просил не говорить Аллу Станиславовну. Хорошо, я буду говорить Аллу. С нами сегодня Алла, она заместитель, еще раз... Глава администрации Доброграда. Правильно. Муниципального образования Доброград. И сейчас она расскажет некоторые интересные факты про Доброград. Ну, мы с вами идем по первой улице Доброграда. Она называется Звездный бульвар. Это фактически с этого места Доброграда начинался. Это первое строение Доброграда, которые были здесь. Вот эти тауны, в которых мы, собственно, и живем. И я здесь живу. И здесь же находится парк-отель, который раньше был конференц с холлом, да, и потом стал парком-отелем. Его перестроили после посещения Владимира Путина спортивного форума. Это в 17-м году. В 16-м году был, по-моему, спортивный форум, если я не ошибаюсь, а в 17-м году его перестроили. И по легенде вы первый житель Доброграда, правильно? Ну, да, я первый из нескольких, да, жителей. Конечно, никто не смотрел тогда, кто первый вступил и заселился в танхаусы или в дома Доброграда, но фактически, да, мы жили здесь втроем. Понятно. Это очень достаточно долгое время. Вот интересно как раз узнать про соотечественников, про тех людей, которые жили за границей и которые переехали и живут. Да, у нас есть такие люди, люди из стран ближнего зарубежья, и люди, которые переехали из стран дальнего зарубежья уже, да, и даже есть из Соединенных Штатов Америки семья с очень известной фамилией в Америке, не буду я говорить, да, то есть это как бы останется пока за кадром, которые переехали сюда, увидев здесь то место, найдя то место, в котором хочется жить. Да, то есть Доброград – это нечто другое, она – это другая реальность, это город, который, конечно, располагает такой, ну, как загородной жизнью, да, но при этом он имеет очень хорошую инфраструктуру, в отличие от многих коттеджных поселков. Таких образований, на самом деле, немало, да. Это коттеджные поселки, подмосковные пригородные поселки. Его инфраструктура изначально была излишняя для такого количества населения, да. То есть здесь сначала построились дороги, рестораны, спортивный комплекс, ну, то, что вы видели, наверное, уже, да, отели, лесная тропа, зоны отдыха, и только потом он начал заселяться. То есть не как это обычно, дома построят, да, и потом, ну, возможно, построим дороги, возможно, построим там спортивный комплекс, да. Здесь все было наоборот. И даже сейчас вот эта инфраструктура, она, ну, как не то, что она… Сейчас она уже, наверное, в балансе с количеством жителей, да, но все равно она как бы вот позволяет покрыть их потребности основные, и строится дальнейшее развитие инфраструктуры идет, да, сейчас строится общественное пространство после того, как создался муниципалитет, так, и уже муниципалитет несет в себе бремя как бы создания новых общественных пространств. И вы, наверное, одно из них видели, это бульвар дружбы. Не были, да, там или были? Не были, были, да. Вот это вот новое пространство, одно из новых пространств, которое будет сдано в этом году, и это будет такое центральное место, где будет стоять первая большая городская елка, да, там будут проходить мероприятия, вот такое будет у нас пространство для того, чтобы встречаться, видеть друг друга, гулять, потому что по вечерам здесь очень много людей гуляющих. Это сама, ну, как сам Доброград располагает вот такой неспешной жизни, где есть место для отдыха, для прогулок, для йоги, для собак. У нас очень много собак, у нас очень. Да, это заметно, кстати, да, у меня две собаки, у меня две таксы. Да, вы пусть от прошли мой дом, и там я боялась, что моя собака, мой бигль выскочит на нас, потому что она там гуляет во дворе, обычно в это время, так? Ну, вот она спит. То есть здесь практически каждый, кто приезжает, кто не жил в своем доме, реализует свою мечту. Вопрос, по какой причине в основном люди переезжают сюда, либо, ну, из-за границы, либо там из ближайших городов? Ну, из-за границы. Какую именно вот конкретно, какая причина, может быть, две, почему вот люди вот приезжают сюда, говорят, да, все, я вот хочу. Да, здесь первое, что вот, ну, на что люди сразу обращают внимание, это безопасность определенная, да? Если вы пройдете по нашим детским площадкам, ну, сейчас вот, может, не показательно, все-таки дети еще в садике, а вот выходные или вечером, да, здесь, ну, вы молодой человек, я значительно старше живу, поэтому я помню, как мы гуляли в Советском Союзе. Нас отпускали утром на прогулку и вечером загоняли, да, и мы все время где-то шлялись, условно говоря, по детским площадкам. Ну, не было таких детских площадок красивых, но мы все время гуляли. Вот сейчас дети в Доброграде прибыльно живут так. И тут был даже такой, ну, у нас есть чаты, естественно, как у всех, да, где люди делятся своими, там, особенностями жизни, какими-то достатками, радостями, бедами всем. И был сильный дождь, и кто-то вывесил там, уберите детей, они в лужи купаются. То есть они, ну, и кто-то говорит, зачем, это же счастливое детство, да, то есть вот они там в лужи радостно плещутся. То есть здесь вот это, это в первую очередь, да, вот эта вот безопасность такая. Люди ощущают себя здесь безопасно. А что для семьи самое главное, это, наверное, безопасность себя и детей, да. И, конечно, когда вот этот вот шлагбаум за нами опускается, да, когда мы вот ходим, он опускается, въезжаем в Доброград, и большинство ощущает себя, знаете, такой в определенной уютной зоне, достаточно безопасной. Это, наверное, самое важное. Плюс образование, которое здесь сейчас можно получить, я имею в виду среднюю школу, да, и вот новая школа, которая открывается, вы не ездили на муниципальную школу, на муниципальную, да, там вот сейчас идет активная подготовка к открытию. И, конечно, ну, забота о здоровье, она, конечно, не такая, может быть, ну, доступна, что это вот в шаге, да, хотя медицинский пункт небольшой у нас есть, и дальше это будет поликлиника, да, то все равно ПКМЦ, в котором вы тоже, наверное, были, позволяет жителям, в общем-то, удовлетворять все их потребности. Вот, наверное, три составляющих счастливой жизни. Что еще нужно человеку? Ну, счастье, прогулки, спорт, которые тут есть, мы были, как раз видели. Да, да, да. В основном люди, сюда люди приезжают, знаете, в основном, которые, ну, приняли эту жизнь, вот, от мегаполиса вдали, да, для того, чтобы вот спокойно сосуществовать здесь с семьей, с друзьями, с близкими. Здесь очень много уже подружились люди между собой, очень много компаний, если вечером пройдете, здесь будет пахнуть шашлыками, будут звучать песни, музыка, люди работают, играют. Ну, то есть это все происходит, вот, ну, все вот рядом, да, как рекламный есть слоган, что у нас все близко, все рядом, да. Вот это реально так и есть. Ну, это вот любимое место нашего. Отдых и прогулок, это наша лесная тропа, здесь она начинается, да, и вечером, в общем-то, она сейчас немножко реконструируется, и вечером большинство людей совершает этот километровый проход, ой, простите, он как раз километр составляет, если два раза пройти, да, километровый проход, с детьми гуляют, и в основном с собаками, опять же, да, даже вовсем сейчас не хватает, да, это все-таки немножко спокойствие. Ну, да. Да, здесь оно, ну, не знаю, не напало на вас еще такое умиротворение, обычно здесь нападает на всех такое умиротворение, спокойствие. Вот что нас отличает от обычных коттеджных поселков, то, что мы стали муниципальным образованием. То есть для многих жителей появление здесь муниципального образования, да, это такая определенная защита и гарантия, что город не будет, ну, это не город, это поселок, мы все с большой любовью называемым городом, что он не будет брошен, что он не будет оставлен, что есть человек, который о нем будет заботиться всегда, это будет глава администрации, да, что это уже передано, ну, бюджету, да, что государство участвует уже в создании этого и поддержании этого города. Это, в принципе, гарантия определенная, потому что, ну, есть такие примеры, когда коттеджные поселки остаются без внимания, да, инвестора, и они умирают постепенно, да, то есть Доброграду это не грозит ни в коем случае, хотим только расти. Так что вот такой вот город, то есть он, с одной стороны, растет, с другой стороны, он позволяет здесь жить достаточно интимно и уютно, так бы я сказала. То есть, ну, как бы вот у всех своя жизнь, своя частная территория небольшая, большая, небольшая, у всех разная, да, но достаточно большое количество этих общественных пространств, ты можешь спокойно здесь раствориться, гулять, с детьми гулять и не чувствуешь себя вот в этой постоянной суете. В больших городах можешь себя в суете. Ну что, подведем итоги? Доброград – один из самых молодых муниципальных образований в России. Тут есть все, что надо для спокойной, безопасной, спортивной и здоровой семейной жизни, а то, чего временно не хватает, очень скоро откроет свои двери. Отдельное большое спасибо руководству Доброграда. А если вы, дорогие зрители, хотите узнать еще больше информации про Доброград, переходите по ссылкам в описании. И не упустите следующий ролик. Интервью с Максимом, немецкий шеф-повар, который переехал в Доброград со своей семьей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok